Здравствуйте, Олег. Как ваши дела? Спасибо большое. Я вас очень рад видеть. Спасибо. Я рада вас видеть. Он хотел обсуждать фотографии, и мы тоже готовы. Вы хотели бы обсудить фотографии, и мы готовы. Я это узнаю. Да, это Дубровник. Дубровник, да. Да. Дубровник, да. Дубровник, да. Дубровник. 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 И очень важно, я думаю, сделать коллекцию таких городов, чтобы увидеть, как города строятся, как они обживаются. Где моя мама родилась. И нужно отметить, что данная улица, она крайне похожа на село по названию Маринео, где родители моей матери очень недалеко от этого места жили. Я знаю где-то. Я знаю где-то, где Маринео. Так что это для меня интересует. Также это для эстетического интереса. Мне интересно, почему вы сфотографировали это место. Дубровник. Это первый город такого типа, который я встречаю. The reason is that for Dr. Matzev, Дубровник is the first type of the city as such that he encounters. То есть, я до этого такого города не видел. He never seen a city as such before. It may seem that, on the first impression, that a person who built the city is an idiot. Because when he looked like upside down, there was a certain feeling. And at the same time, he is not a weak person. And he asked a question to himself, Oleg. Do I really want to go downstairs? Because after that, I'll have to come back upstairs. And perhaps it would not be wise to build a city as such. Because if we are speaking about the rest of the Europe, it is built in a different way. То есть, это либо ровный участок, удобный. It is, in one case, it's just a flat terrain, which is comfortable. А если мы говорим о Сицилии и Калабрии. And if we are speaking about Sicily and Калабрия. То там есть две модели построения. They have two models of building cities. Модель, так называемая, змии. And one model is, we can term it a serpentum or a snake model. И модель орла. And an eagle model. Разница в этих двух моделях заключается в том, что в модели орла на вершине стоит замок. А город, как бы, вниз от замка уходит. And the difference of these two models of cities. One is eagle type, one is snake type. Is that when we speak about eagle type, we have the castle, which is in the top of the city. And the rest of the city lies beneath the castle. And in the other case, это змииный, да? Да. In the snake type model, we are dealing with the temple type of the city. Да, то есть вместо замка стоит храм. А, instead of the castle, there is a temple. Либо храмы, то есть, по сути, в центре внимания, либо храм, либо замок, да? Да. И если вы хотите туда попасть, вам придется подыматься туда. And if anyone wants to reach that point, he will have to go up to that. А здесь вам нужно спускаться. But in Dubrovnik, it's vice versa, you have to go downstairs. И весь город спрятан внизу, внутри. And the whole city is, like, hidden somewhere in the basin, as you said. Да. И когда я посмотрел на этот спуск, я понял, что в этот город можно войти. Ну, с него нельзя выйти. Да, то есть, если вы туда пойдете, вы оттуда не выйдете. А, то есть если вас туда запустят, то уже оттуда не выпустят. Ну, я не могу. И такую систему построения города я как бы увидел впервые. И поэтому я и сделал эту фотографию, которая показывает, как построен этот город. Потому что, в основном, это инвертирует хилл, как Олег был описывал в Калабре. Now, the entrance to Dubrovnik, as you know, there's one main entrance that they had, you know, which is actually level with the bottom. And it's a walled city, which has a protection from the hill or the gora that's there. And it's lovely. There's another street that's here. I don't know, whether Oleg found it, where there was an old synagogue on the street, you know, so you could find remnants of different groups in the city. Let me translate this. Он говорит, хорошая идея, которую вы озвучили. Дело в том, что старая часть Dubrovnik, она находится в неком, как бы на глубине некого бассейна, так называемого, где есть определенная земля для кораблей разных. Также он говорит, возможно, вы заметили, что есть улица в Дубровнике, где находится синагога. Мы до нее дойдем. Она также расположена на спуске. Если это тест, то она расположена на спуске. На такой ужесточном. Если это тест, то она ответа на спуске, то она расположена на спуске. Так же, да. Спуске спуске и спуске. Я шагал и спуске. Я говорю, ходил и туда, и вверх, и вниз. И это важно для нас делать это, в том числе, чтобы рассчитывать города. И, в том числе, я думаю, что у нас есть какие-то различные вещи, которые мы обеспечиваемся специально внимательно. Так что, скажи Олег, это, понимаете. Что мы должны обеспечить специальные вещи? Да. В смысле, у нас есть какие-то различные вещи. Вы можете сделать исследование в городе, и мы увидим, в принципе, те же самые вещи. Потому что это исследование. Но также у нас есть, потому что мы разные, у нас есть разные вещи, которые мы обеспечиваемся. Да. Он говорит, что если проводить опросник относительно города, то у нас будут те же данные, но каждый человек обращает внимание на определенные вещи. И вот эти особенности, они будут отличаться в ответах. Да, но меня интересовал город как учебная аудитория. Да. Да. Но когда Олег делал исследование там, он был интересен в городе как учебную комнату. Что Дубровник может обучать людям? Хорошо. Да. Я ходил, и очень интересная вещь. Я не знаю, если вы приехали, Олег. Они имеют большую цементрику в районе города. Я ходил через это и фотографировал. Он говорит, я не знаю, были ли вы там, но вовне города есть большое кладбище. Я туда тоже ходил и фотографирую. Да. Он был там тоже. Да. Очень интересно было сравнить два города, старый и новый, посмотреть на побережье. Ну, надо сказать, что меня новые города не интересуют. И даже если она существует, то это только сравнить старый и новый город. Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Может быть, и дальше? Да. Да. Мне очень интересно. И я также очень интересен в полиэтиле. Полиэтиле на земле. Я обратил внимание на вот эту брусчатку, так называемую. Морской камень называется. Это морской камень. Да. Но он был отпараллерован. как в Палерме. Как в Сиракуза. Как в Венеце. Как в Венеце. Да. Но они в Creek schleции трудятся. И это прямо дальше. Да. Очень долго веч suscriкую. Да. Кто-то ведется demokratiquement. Как люди проходят, та хрицей из людей., которые занимаются blind. Это очень долговечное место. Нет. Тогда стол trouble lively — это многоекターleri где, как и века, Но, в основном, это не так мягко. Да, я уже говорил. И они тоже свеют и брызгают. И Алексея говорит, что это что-то, которое требует очень высокого технологического уровня. Я имею в виду что-то такое. В каком году эти фотографии? 2020. Мои фотографии из 1994-1995. Это прекрасно. Он еще добавлял, что эти камни изначально не являются такими гладкими. Люди ходили, их мыли. Поэтому они такими не стали. Нет, они изначально были такими. Они специальные машины, которые полируют эти камни. Есть специальные машины, которые полируют эти камни. Да, сейчас они имеют специальные машины. Да, это правда. Нет, в тех временах они имеют эти машины. Нет, они просто чистят. Это чистят. Это чистят с... Нет, 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 нет. Многие лет назад наши анкестеры имели специальные машины. Это чистят. Это чистят. Это чистят. Это чистят. Это не чистят. Это не чистят, как это было. Понимаете? Когда это было первое, это было определенный уровень. И через годы оно становится чистым. Ну, на протяжении веков оно изнашивается и становится немножечко уже другого вида. То есть, когда они положили эту вещь, эти камни, они не выглядели таким образом. Не могу согласиться. Алексей, я не могу согласиться с тобой на этот момент. Это нормально. Это нормально. Нет, ну я просто... Я не знаю, что люди не согласились с мной. Это нормально, когда люди не соглашаются с тобой. Я думаю, что нужно, профессор, углубиться в изучение технологий прошлого. Это просто... Вы можете посмотреть на технологии, которые были использованы много, много лет назад. И они были... Как свидетельство показывает, они были более развивательны, чем современные технологии. Особенно, когда это касается строительства и производства различных вещей. Можем. Много ли там... Много ли там... Много ли там... Много ли там в Дубровнике следов от пули и так далее? Много ли там? Мы довели бы много... Много, как из Палермо. Ч fence и там... Да, слово ли этого нам эта в Палермо – скажите, как из Палермо. Так же, как в Палермо, да. Да, угодились так. Вот вы интересует, почему я его сделал? Часть так на телефон... Я сделал это, потому что эта фотография ярко отражает тех, кто построил этот город. Олег взял эту фотографию, потому что это показывает очень ярко те люди, которые построили этот город. То есть вы видите яркий венецианский пейзаж. Как вы видите, это очень шовый венецианский пейзаж. Это очень демонстративно. Очень итальянский. Да, венецианский. И венецианские не считают себя итальянскими. Никто не считают итальянскими. Да, абсолютно. Венецианский пейзаж не считает итальянскими. Это другая страна. И у них другая правительство. И у них другая государство. Но никто не видел этого государства. Но оно есть. Но оно есть там. И прекрасно справляется. И оно очень способно. Поэтому я сделал эту фотографию для того, чтобы показать, кто построил этот город. Так, опять же, это фото было сделано, чтобы показать, кто построил этот город. Это их храм. Ну, во-первых, он венецианский. Это снова венецианский. Видите, вверху венецианский крест. Видите, вверху венецианский крест. И вот такой же точно храм, только венецианского тоже, безусловно. Происхождение стоит в Хальдерберге, в Хальдербергском университете. Его аналог. Венецианский иезуитский орден. Построил себе там такой храм на территории университета, потому что там иезуитская школа. Да, и в том храме нет, а вот в этом храме хранится венецианская слава. Это древний мистический символ венецианский. Ах, и когда я говорю «фаме», я перевернула это слово. Это будет слава. Безусловно, это древний мистический символ. То есть ни в одном храме до этого я вот так, чтобы хранилась в центре венецианская слава, я не встречал. Венецианская слава, я не знаю. Название. 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 Это название. Это название. Я не хочу перевернуть в ерунде, потому что это дает другую значение. Так, это просто слава в русском. Некая композиция такая. Это как композиция. Некая композиция, которая является сложным символом. Это очень комплексный символ. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Данная структура храма мне напоминает другие храмы, которые я видел по всему миру, но как видите из разговора, Олег очень хорошо разбирается в символизме, и это очень хорошо. И, в общем-то, данный храм особенный. Потому что, как правильно заметил профессор, структурно это еврейская синагога. Потому что, как вы, профессор, правильно заметили, эту структуру вы можете видеть в других храмах, потому что в ее основе это синагога, которая преобразована при помощи символики. В определенное культовое послание. В основном, в основном, эта структура, в основном, это еврейская синагога, которая преобразована при помощи символизма, в определенный меседжет, в определенный меседжет, в определенный меседжет. Вот эта фотография, она показывает, во-первых, венецианскую принадлежность. Эта фотография, опять же, демонстрирует Венецианскую принадлежность. Как вы видите, там очень идентичные символы, точно также, как на площади Сан-Марко. Только на Сан-Марко колокол открытый, и два человека его как бы качают с двух сторон, да? Единственное, что в Сан-Марко, если вы видите эти башни, в Сан-Марко, башни открыты, и есть два человека, и есть маленький человек, который движет башни. Вот это разница. Здесь композиция спрятана внутрь башни. И здесь, они хранят композицию внутри этой структуры. Она хранится. Да, поэтому эта фотография ярко доказывает и показывает, как строился этот город. То есть, сам замысел людей, которые его проектировали и строили. То есть, это показывает идею людей, которые проектировали этот город. Вот это колодец. Это колодец. Это колодец. Ты знаешь, где есть вода? Да, да. Я знаю, что это колодец. Это колодец. То есть, чем он интересен, что это стандартный венецианский колодец. Что интересно, это, что это стандартный венецианский колодец. Только очень большой. Но он огромный. В Венеции такие колодцы в каждом дворе стоят. Вообще-то маленькие колодцы в каждом дворе. Но они маленькие. Но они очень маленькие. Здесь колодец громадный. И здесь они огромные. У него огромное количество подающих устройств. И у него огромное количество подающих устройств И он может быть очень маленьких вегуст. Куда можно производить воду. Да. И он расположен прямо на против двух культовых учреждений. И это ситуация прямо перед двумя важными органами. Против корабельного храма. И напротив францисканского монастыря. И напротив францисканского монастыря. Он хранит в себе три реликвии. Первая реликвия это так называемая францисканская наковальня, ну кузня. Первая реликвия это францисканского монастыря, где можно выкручивать разные оружия. Например, когда вы производите крючок, вы используете это. И это сделано из органа. Это музыкальный инструмент органа. Я изучал францисканский орден, очень много раз слышал, а вот это францисканское наковальня впервые увидел только в Дубровнике. И Олег был изучать францисканские монастыря, но он первый раз в его жизни увидел это, где они были выкручены. Я пытаюсь найти английский язык для этого. Для чего? Для чего? Для выкручены разные оружия. В этом же монастыре хранится венецианская слава в полном масштабном размере на всю стену, вот этот символ. И, опять же, францисканское монастырь содержит эту славу венецианская слава. Это огромное символ, которое находится на стене, в центре. И в этом монастыре все так сделано, что он ярко... Ну, то есть, по сути своей, существует композиция, которую я называю на сленге, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это храна? Да. Да. И inside of the temple, there is also a composition, symbolic composition, which is figuratively termed by Olek as how nice that we have gathered today in here. Да. То есть, весь криминал в одном месте. It's basically all criminality in one place in that composition. Да. То есть, по сути своей, здесь все символы криминального вот этого сообщества, они налицо. Не хватает им только какой-нибудь дополнительного одного символа, чтобы точно сказать, какой криминальной традиции это все принадлежит. Да. То есть, мы могли бы сказать, что это триумфальный криминальный храм. Да. То есть, самый неизвестный в мире, самый богатый и самый радикальный орден, который существует в монаджеском. И всегда связанный с криминалом. И францисканская ордена всегда связана с криминалом. Специалисты по созданию криминала. Они были специалисты и эксперты в создании криминала. Я бы сказал, гении в создании криминала. It would be more right to say that they were genius of creating criminal activities. Even in places where criminality should not and could not have existed, they are capable of creating it there. Из ничего, на ровном месте. From nothing, just from nowhere. Это вход в город. This is the entrance to the city. Yeah, it's one of the entrance. Да. И это обыкновенный вход. То есть, здесь не нужно напрягаться, спускаться вниз. And this is a regular entrance. You don't have to force yourself and go downstairs and upstairs. No, this is just a regular. So, it's basically a double entrance. First, you have to kind of enter the city and then you have to re-enter again. It has a double entrance, as I understand. And it says that people that built this thing, they were very skillful fortificators. You know, people that built fortifications. Because both of the walls are really huge and thick. They are very splendid with different symbols. And we see that even from the side entrance, it's not that easy to enter that city. Everything is made very... Everything was made really in an intelligent manner, but it's illogical. They have a very different logic of building a city. This is a port. And as it can be seen, even this place is also very well protected. The port itself is not a big one. And the city is very protected against the water. And even if you attempt to enter the city just from the water, it won't work. Because to the left you have a huge bastion with the walls that are up to 20 meters high, that would be basically one of the echelons of counter attacking line. So it has to be... So it has to be... Basically, you would break your ships. You will not be able to anchor. And if you would be trying to approach on the small tiny ships that are not like extra ships, like something like a canoe type of thing. Then you first you will have to deal and try to go through huge stones that are there. And then there is a huge wall which is 20 meters and it's practically impossible to climb that. And it's like smooth. Very smooth. So it's... There is no point of trying to seize the city from the left side. And we are speaking about those times when it was really protected. While somebody is trying to do that even from that side, then there would be fire going on all around. So the only chance when one can enter the city from the sea, from the water, is when he is allowed to enter the city. And we should not forget that back in those times, and even maybe now in the ports they had, they have huge, huge different like Marines, Venetian, huge ships standing there. And you will have to deal with them as well somehow. And you will have to deal with them as well somehow. Higher class, these look like expensive boats. On the other hand, we see the entrance to one of the citadel of Dubrovnik. So we see an entrance to one of the citadel of Dubrovnik. And the reason I took this photograph is because what grabbed my attention is that the mountains that surround this place, they are empty. There is nothing on these mountains. It's rare. I haven't seen in Europe that much when the mountains would be empty. Very interesting. Very interesting. Very interesting. Very interesting. Very interesting. So there is one more Venetian well on the right. And there is an entrance to the port near Flax, just to the right. And we have an entrance to the museum where we have that. But back in time certainly there was no museum as such. Well, it's a weapon museum. It's a weapon museum. Something like an arsenal. Something like an arsenal. In Venice. Something like an arsenal. In Venice. In Venice. Это остров, принадлежащий Дубровнику, рядом стоящий, там где располагается монастырь. И я фотографировал это для того, чтобы показать, что подобного рода водоемы не имеют природного происхождения. И Олег took this picture to demonstrate that these types of volumes with water, they are not made by nature. They didn't appear just by themselves. То есть это сделали люди? Это человеческое. И там яркие следы работы людей видны при создании этого озера. И даже с зеленым глазом, вы можете видеть какие-то traces of men's work, while creating this type of lake. Один вопрос. Смотрите, is this a quarry? A quarry? A quarry? A milling stone? Yes, they were cut. There's a whole group of photographs, where they showed how they worked on it. So, Олег has a separate collection of pictures that demonstrate how basically different machines processed different stones and rocks. And here on the background, you can see really clearly how something was processed. I mean, machines worked with those stones. Okay, next time, maybe, next time if we get together, I will show you the photographs that I took of Dubrovnik and to see the different interests that I had in the city. Да, с удовольствием. Okay, good. Thank you very much. Thank you. You are a good photographer too, Олег. You are a good photographer too, Олег. You're a good photographer. What a nice day. A nice day. Bye. Субтитры создавал DimaTorzok